Говорит и доказывает генпрокурор. О каких успехах отчитался перед депутатами Юрий Луценко и о чем промолчал. Великая налоговая встряска. Кто помог задержать десятки коррумпированных фискалов времен Януковича? И чем это грозит в службе нынешней? Миллионы под подушками сна лишают. Чьи политические карьеры уже скоро будут погребены под электронными декларациями? Бунт белых халатов. Что заставило медиков выйти к админу и Верховной Раде? И чего им удалось добиться? Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Главные ньюсмейкеры этой недели – силовики. Давно у них не было столь масштабного улова. 23 бывших налоговика. Все работали во времена печально известного главы Минздоха Александра Клименко. Он сейчас скрывается в России. Обвиняют их в нанесении ущерба государству почти на 100 миллиардов гривен. Преступную сеть накрыли тысячи полицейских и сотни прокуроров. Для завершения спецоперации понадобились даже вертолеты. На них задержанных доставляли в Киев для избрания меры пресечения. Было это все в среду. К сегодняшнему дню новости об итогах этой спецоперации куда скромнее. Хронология и все детали. В сюжете Александра Васильченко. 450 обысков в 15 областях Украины. 2000 силовиков, спецтехника и даже вертушки. В среду в Украине провели масштабную спецоперацию. Все ради них. 23 бывших налоговиков. Зрелищно на вертолетах их доставляют в Киев. В наручниках и под усиленной охраной пересаживают в бронированные автозаки и конвоируют. Общаться с прессой экс-фискалы не хотят. Я за собой вины, животные, новичевые. Их вина – участие в преступной группировке и присвоение бюджетных гривен. Говорят в генпрокуратуре. Все бывшие налоговики – не последние винтики в схеме Клименко по отмыванию денег. И лично я останавливаться не намерен. По указаниям Януковичей, под чутким руководством бывшего министра доходов и сборов, они нанесли государству ущерб минимум на 100 миллиардов гривен. А вот рассекретить преступную сеть налоговиков помог другой фискал под подозрением – Роман Насиров. Главный военный прокурор сообщил, операция стала возможной после его содействия. Сам Насиров сегодня скромно подтвердил все в Фейсбуке. Мол, целый год складывал пазлы коррупционной картины предшественников. А самих подчиненных Клименко одного за одним начали доставлять в суд, избирать меру пресечения и отпускать. Фискалы выходили под личные обязательства и залоги. Суммы для всех разные. Одного из первых за 15 миллионов из-за решетки выпустили экс-главу Луганской налоговой администрации Александра Антипова. Это во время его задержания силовики конфисковали сумку, в которой он вез почти 4 миллиона долларов. Общий ущерб государству от его деятельности 7 миллиардов гривен. Антипов подозривается в ученении злочиней в складе, а также в злочинной организации, в склад, в которой входили высшие посадовые особи державы. Никаких злочиней я не спорю. Ни персонально, ни тем паче в плеченном покупании. Но 15 миллионов залога – это только для начала. Купить свободу за 100 миллионов суд предложил бывшим главным налоговикам Харьковской и Днепропетровской областей. Для кого проблема, для кого и нет. По итогу, общая сумма залога для бывших налоговиков составила ни много, ни мало, почти полмиллиарда гривен. А из 23 подозреваемых, которых синхронно свозили в Киев, за решеткой осталась только часть. Александр Васильченко, Диана Клочко, Богдан Савруцкий, Никита Исайко. Подробности недели в Телеканал Интер. Вот такое показательно гуманное отношение украинских судов к подозреваемым в коррупции, благодаря которому далеко не все из 23 задержанных налоговиков оказались под арестом, опять возмутило украинских политиков. Причем возмутило так, что возле Печерского суда пришлось даже пожарные расчеты выставлять. Все потому, что генпрокурор Юрий Луценко публично запереживал о пожарной безопасности на Печерске. Мол, уж слишком милосердны судьи. Поддержали генпрокурора и другие силовики. Арсен Аваков уже пообещал апелляции на слишком мягкие решения суда по налоговикам и посетовал на несовершенство судебной системы. И народные депутаты из правящей коалиции, которые вдруг осознали, что на самом деле вся проблема в уголовно-процессуальном кодексе. Ну и оперативно подготовили законопроект, который предусматривает отмену возможности для подозреваемых коррупции выйти под залог. Текст документа обнародовал в Фейсбуке нардеп от блока Петра Порошенко, Владимир Арьев. И только на момент опубликования в соавторах уже значились еще 12 депутатов. Можно предположить, что к следующей пленарной неделе их число еще увеличится. Все-таки идея популярна, и редкий народный избранник упустит возможность попиариться на ней. Впрочем, тут уже есть несколько проблем. Во-первых, правозащитники напоминают о 22-й статье Конституции Украины, устанавливающие, что при принятии новых законов запрещается сужение существующих прав и свобод. Во-вторых, если все-таки законопроект будет принят, что вполне может произойти, несмотря на нормы Конституции, это станет одним из лучших подарков для антикоррупционного бюро, подопечных которого суды уже не смогут выпускать под залог или на поруки, а будут сразу отправлять в СИЗО. И первыми это могут прочувствовать на себе как раз действующие чиновники и народные депутаты. Обсудим все это с Сергеем Мищенко, членом парламентского комитета по вопросам правовой политики, правосудия и человеком, который отлично знает, что действительно может повлиять на работу украинских судов. Я вас приветствую, Сергей. Скажите, это ведь уже не первая инициатива Верховной Раде, правильно? Я не ошибаюсь по изменению норм Уголовно-процессуального кодекса, для того, чтобы подозреваемые в коррупции не выходили под символические залоги или вообще под личные обязательства. Вообще, есть ли шанс, что этот законопроект депутаты все-таки когда-нибудь примут? Доброго вечера. Ну, по-перше, хочу зазначити, что самый первый законопроект, который подан из этой тематики, был 28 сентября 2015 года. Вже два с половиной года мой законопроект, который избавляет коррупционеров, хабарников, возможности давать заставу и выходить под заставу или под домашние арешты, а быть в СИЗО, два с половиной года их игноруют. А сейчас, я так считаю, что, во-первых, его не могли региструвать, потому что мой закон на два с половиной года раньше был зарегистрованный. Но мне все равно, кто, который зарегистрировал. Главное, чтобы они проголосовали. Потому что те плачи, которые мы видели после того, как суды начали отпускать этих податков, у меня сразу возникает вопрос. А представители от коалиции, которые сейчас занимают высшие посады правоохранной системы, почему они не поговорят с двумя большими фракциями в парламенте и не поставят на голосование мой закон еще два с половиной года назад? И сегодня вообще ни плача не было, ни этого пиару, ни каких вообще вопросов не было. Не выникло. Снова мы говорим про то, что главное показать шоу, а результат, как, конечно, мы знаем, какой будет. Как у нас долго раскачивается парламент, мы могли видеть по примеру закона Савченко. 500 дней все говорили о том, что он вреден, и 500 дней понадобилось народным депутатам, чтобы его все-таки отменить. Давайте вернемся к ситуации все-таки с судами. Вот ваше мнение, почему судьи выносят такие мягкие решения? Вот казалось бы, даже по очевидному делу только семеро под арестом. Это действительно указывает на то, что судьи были, ну скажем так, мягко мотивированы. Об этом, кстати, намекают силовики. Или наоборот, в материалах, которые они получили, могли быть какие-то реальные основания для такой судебной мягкости. Алексей, вы все правильно подметили, потому что только два варианта. Можете оставить под арештом или дать заставу, потому что у судов есть альтернатива. Если бы приняли еще два с половиной лет тому мой закон, то никакой альтернативы не было. Только арешты, все, больше ничего. Но сейчас суд имеет люфт. Он должен или арестировать, дать сгоду на арешт, или дать возможность под заставу, или вообще без заставы выйти. Как мы видим, под декольким податковцем вообще не было застава использована. И поэтому тут две возможности. Или это не качественные материалы, или это договоренность с судом. И это, и это уже не имеет никакого значения. Они на воле. Питание возникает в том, что если бы КПК был изменен, тогда, когда был регистрированный мой законопроект, а он был регистрированный после, если вы анализируете выступ президента Украины, сразу на другий же день после выступа президента, что президент закликал, такий закон принятый. На наступный день я его зарееструвал. Сергей, ну, дело налоговиков, оно такое громкое, что не хотелось бы, чтобы оно закончилось таким же громким пшиком. Вы вообще как оцениваете перспективы этого процесса? Сколько могут длиться суды? Когда будут приговоры? Ну, знаете, вопрос риторичное. Но по той практике, которую мы имеем сейчас, то есть топ-чиновники, которые на сегодняшний день под следствием находятся, за три года ни один не есть в судах. И нет судового процесса. Поэтому сколько будет это? Три-четыре года? Ну, вы знаете, обещанного три года ждут. Будем надеяться, что все эти гигантские суммы, потраченные на спецоперацию, на вертолетную доставку, не были потрачены зря ради очередного пиара. Спасибо. Сергей Мишенко, народный депутат Украины, отвечал на мои вопросы. Масштабная спецоперация украинских силовиков совпала по времени с другим, не менее важным событием, которого ждали несколько недель. Отчетом генпрокурора в Верховной Раде. Юрий Луценко был назначен на эту должность 12 мая, и вот на конец 24-го отчитался Верховной Раде об итогах своей работы. Что получилось у генпрокурора и какие ошибки он признал? Смотрите в нашей справке. Пока бывших налоговиков на вертолетах доставляли в столицу, генпрокурор, как и обещал, отчитывался перед депутатами под эффектный аккомпанемент спецоперации. Заранку было одночасно проведено близко 500 обшуків. Уже затримано и доставлено в генеральную прокуратуру в кайданках 22 колишніх керівника податкової системи, які нанесли збитки України близко 10 мільярдів доларів. Но є улови покрупніє. Янукович все-таки пошел под суд, хоч і заочно. І це Юрий Луценко считає головним достиженням роботи генпрокуратури за год. Ми вже закінчили досудове слідство проти Януковича, Азарова, Арбузова, Коловова, Леменко, Ставицкого, Хурченко, інших діячів. І тепер питання за Печерським судом. Як тільки розмотлять дело о госизмені Януковича, в суд должны передати матеріали об організації растріла в Небесной сотні. Подозреваємий тот же, Янукович, плюс Захарченко. Всього по майдановським делам уже є полторы сотні обвинительних актів. А вот дело об убійстві Павла Шеремета забуксувало. Із-за ошибки следствия не з'явили важні матеріали із камер видеонаблюдення. Керівництво МВС також визнало помилку. І зараз стараються надолучити зряйний час. Говори Луценко і о всплесці преступності, який вдається немного гасити. І о прокурорах, які стали менше брати взятки. І о чиновниках-корупціонерах. Дела, по которым вже в судах. Після спича генпрокурора, вопросы зала. І почти сразу баталія. Що ми маємо зробити, щоб допомогти вам, щоб люди вірили вам і вірили нашій прокуратурі? Чим допомогти? Дуже просто. Заплатити усі податки. І це буде найкращий внесок у боротьбу злочинності. Після обмена любезностями радикалу демонстративно покинули зал. А Луценко продолжил отвечать на вопросы. Говорил і о янтарній мафії, і о декларациях депутатов. А після відчета генпрокурора, нардепи пошли в кулуары. Обсуждать і оценивати. Ну а наобсуждали депутата на этой неделе не так уж і много. По крайній мере, главні вопросы, які не уходять із топ-новостей вже полгода, так і остались не просто нерешеними, но даже і согласованних законопроектов до сих пор у депутатов нет. Кстати, об этом сегодня напомнили і в МВФ. Місія фонда завершила десятидневну роботу в Україні. Новий транш от МВФ получим только после того, как в парламенте поддержат законопроекты, здесь я процитирую, касающееся пенсіонной, земельной реформ, оживлення приватизации і обеспечення конкретних результатів антикоррупційних усилий. При этом, рабочих днів у депутатов осталось всего лишь 12. Потом начнутся летні каникулы. Що може тут спеть Верховна Рада за це время? І ісчерпані ли вже все піарні хотілки народних избранників? Возняла моя колега Екатерина Лысенко. Іх повістка знову не удивила. Село Дубка переименовали в Дубки, а боєвой ГОПАК признали національним видом спорта. Единственним громким оказался закон о языковых квотах на телевидении. Его вынесли на начало рабочей недели, чтобы все оставшогося було о чем поговорити. Главный квотный ідеолог Народный фронт законопроект взяли, обсуждали і правили час. В результате лишили 75% телепродукта должно быть на українському. Абсолютно європейські стандарти. Такі закони існують в низці країн Європи. Тоталітаризм був, це коли на українській землі знищували українську мову. Впрочем, в заключении Совета Європи експерты указывають, що ні одна країна-член ЄС не має такої високої квоти для отечественої аудиовізуальної продукції. Возможно, именно поэтому, побоявшись негативной реакції, свой законопроект с европейцами фронтовики обсуждать не стали. Не хотілося б, щоб разом з цим законом була, так би мовити, перегнута палка, щоб коли показують якийсь фільм, в якому є декілька слів, чи якийсь монолог на російській мові, щоб він не сприймався як фільм, який не можна показувати. Буде спостерігати Нацрада, будуть видані відповідні піднормативні документи. Це вже напрацьовано, я думаю, такі документи вже напрацьовані після того, як ми голосували про відповідне квотування українського контенту на ФМ і на радіо. І проблем з цим не буде. По суті, ми вважаємо, що термін, який передбачений законом на його запровадження, 4 місяці, є недостатнім з тим, аби всі телекомпанії підготувалися. Якщо значна частина великих каналів ще здатні це зробити в цей термін, то багато регіональних каналів просто не здатні за цей час підготувати і мати в достатній кількості якісного українського матеріалу. Для Народного фронту прийняття закона стало одним із главних достижень. Спікер Порубій даже устроїл церемонію підписання в залі. Я невідкладно підписую закон. Я була тою людиною, яка готувала цей законопроект разом з комітетом до другого читання. І в нас дійсно була шляхетна мета, щоб більше було україномовного продукту в українському телепросторі. Але те, що почалося після прийняття цього законопроекту, інакше як пляскаю на костях, не можна назвати. І мені здається, що зараз цей закон намагаються використати з метою політичної розправи з одним із телеканалів. А точніше з телеканалом Інтер, тому що кожного дня з парламентської трибуни я чую, як представники Народного фронту і фракції Олега Ляшка поплюжать телеканал Інтер. Собственно, крім квотного документа і отчуток генпрокурора, который для нардепов стал событием, раді і похвастати нечим. Цього тижня парламент прийняв 8 законопроектів, практично всі не ідеологічні. Практично жодного немає законопроекту, який направив на соціальну підтримку населення. Тому ми вважаємо, що парламент знову імітував бурну трудову діяльність. Що не вдалося зробити і чим ми зараз займаємось, це реалізація медичної реформи і пенсійної. По пенсійні ми ще далеко від розуміння ідеальної моделі, то по медичні ми зараз в дуже актуальному стані. Я дуже сподіваюся, що на цій сесії, до літніх канікул, ми приймемо медичну реформу. Якщо в стінах парламент життя не бурліла, то за їх пределами одна із главних тем для обсуждення стала відставка міністра аграрної політики. Це напередодні земельної реформи. І я так розумію, що Тарас пішов сам через незгоди з якимись певними кроками. В БПП це квота ударівців, але в ударів немає, скоріше за все, такого фахівця рівня кутового, який був знайомий з проблемами сільського господарства. Як вони будуть вирішувати це питання? Це непросто. Тому я думаю, що дуже скоро заміни міністра не буде. Відібрати на себе відповідальність за земельну реформу готов далеко не кожен. Якщо протягом року-двох це призведе до якихось серйозних негативних наслідків, це буде основна причина відставки вулиця. Тому треба дуже виважно підходити. Якщо вони розпочнуть процедуру продажу сільського господарської землі, або через Конституційний суд, або через парламент, ми разом з Украинською асоціацією фермерів людей будемо піднімати. Не можна цього допустити. Ось, ким можуть замінити міністра, вслух не кажуть. І навіть якщо претендента знайдуть, Кабміну предстоит знайти 226 за утвердення. А з цим – вечна проблема. А на взагалі країна ВО. Ми якраз говоримо зараз про ВО, міністра аграрного, ВО, міністра охорони здоров'я. Давайте далі по ВО. Рахункова палата – ВО. Фонд держмена – ВО. Голова Нацбанку – ВО. Я так розумію, вигідно дожимати ВО. ВО – це ті важелі, які дозволяють натиснути, які дозволяють незалежності під час вирішення тих чи інших питань. І якщо тему міністрів поки не обсуждають, інші кадрові назначення – на слуху. Фракція «Народний фронт» пропонує парламенту обрати народного депутата Людмилу Денисову у повноваженній Верховної Раді з прав людини. Ми переконані, що Людмила Денисова самовідно захищатиме права людини. Кандидатуру самоотверджу новозащитника прав подали не тільки фронтовики. Свої претенденти і у Блока Порошенка, і у радикалів. Батьківщина і самопоміщ злякалися відповідальність за майбутнє України. Як страуси голову в пісок, і вирішили перебувати в опозиції. Там сьогодні більш тепло і комфортно. Сьогодні посада омбудсмена стала політично розмінною. Коли будуть розглядати омбудсмени, я думаю, що в той самий день будуть розглядати склад ЦВК, склад рахункової палати. Тому що, щоб все поділити відразу, в одному пакеті. Так нас прийнято. Кандидат на должність омбудсмена від фронтовіку Людмила Денисова заявила, що согласилась на должність не так уж і давно. Нескільки недель назад. Перший це був Леонід Євниц. У нього жінка з Криму. Він запитав мене, не хочеш ли ти, не можеш ли ти, не думала ли ти про це? І я почала думати про це. Саме рішення вже остаточне, і я прийняла в квітні. Звичайно, це дуже непросто, тому що всі ті, хто розуміють відповідальність цієї посади, наскільки ця посада відповідальна нині в Україні, оскільки відбувається війна, агресія, а саме омбудсмен приділяє багато уваги питанням внутрішньопереміщених осіб, особи без громадянства, військові, поранені, атошники, ті, хто мають УБД, питання дітей, питання громадян, які проживають на окупованій території, заручники, які отримують Вордло, Російська Федерація, це дуже відповідальна посада. Вопрос омбудсмена, скорей всього, внесуть в зал 6-го іюня, сразу после недельного перерыва, на который ушли нардепи. Екатерина Лысенко, Ірина Романова, Максим Чеблин, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал «Интер». Ещё один кадровий вопрос, который решится на следующей пленарной неделе. Судьба Войцеха Болчуна, нынешнього руководителя Укрзалізниси. Этот пост одновременно и хлебный, и политически важный. Всё-таки работа Укрзалізниси влияет на миллионы людей. Профильный министр Владимир Амелян уже неоднократно заявлял, что Болчуну стоит уйти, мол, не тянет. На днях его позицию поддержал и Народный фронт. По квоте именно этой партии Амелян и стал министром інфраструктуры. Впрочем, сам Войцех Болчун в отставку уходить не собирается. Он заявил, что готов и дальше руководить Укрзалізнисей, если Кабмин решит продлить с ним контракт. Ну что ж, нам остаётся только следить и дальше за этой историей. Ну а сейчас давайте обсудим все эти кадровые вопросы и главную тему, как за 12 дней осуществить все те реформы, которые политики обсуждают ещё с прошлого года. У нас в студии представитель коалиции Сергей Рудок, блок Петра Порошенко. Приветствую вас. И представитель не коалиционных депутатов Андрей Ильенко, партия «Свобода». Здравствуйте, Андрей. Спасибо вам, господа, что пришли. Начнём сразу. Вы сами-то верите, что до летних каникул, напоминаю, осталось 12 пленарных дней, удастся проголосовать такие важные законопроекты для МВФ, как пенсионная, земельная реформа и так далее. Кто хочет начать? Давайте, Сергей, вы как представитель коалиции. Ну я думаю, что вопрос, вера, не вера, это не тоже корректная постановка в данной ситуации. Вера уже закончилась в эту радость, Сергей, если честно, и давно. Ну, то есть мы уже не выполняем обязательства перед МВФ в частине пенсионной и земельной реформы. И я в этом вижу как раз позитив, а не негатив. Потому что это тот случай, когда первые за много лет спорта с МВФ, Украина получила столько трансов, как на сегодняшний день. То есть никогда еще до этого мы все трансы не получили. Какая цена была вопроса? По пенсионной реформе МВФ от нас требовал повышения пенсионного века. И то, что уряд на это не пошел, я оцениваю как плюс. Краще пойти на пенсионную реформу в измененном варианте и с максимальными возможностями для защиты вечественных людей, пенсионеров, чем пойти на четкое выполнение по строкам и сделать это до травня, как они планировали. Понятно, что до конца травня этого не будет происходить. У нас еще есть два пленарных недели. В принципе, час по пенсионной реформе есть. За умов, что там не будет, как я уже сказал, повышения пенсионного века, что за декларированные уряду позиции будут про занятие обмежений по працующим пенсионерам и осуществление пенсии. Но МВС, я не вспоминаю, не только законопроект о пенсионной реформе. У нас есть требования по открытию рынка земли, приватизации, борьбе с коррупцией. Андрей, вот скажите, в Верховной Раде хотя бы один из подобных законопроектов уже готов? Что-то уже обсуждается? Или, как всегда, ждем, знаете, как бюджет подъема, что спустят под Новый год и через колено полагают? Я думаю, что будет пробовать все это делать очень быстро, потому что таким образом будут пытаться минимизировать общественные голоса и обговорения у вас на этих вопросах. Но, на самом деле, про что идется? То есть, наш уряд, он сейчас прикрывается, как будто своими обязаньями перед МВФ, для того, чтобы проводить абсолютно антисоциальную политику. Потому что пенсионная реформа, во-первых, мы еще не знаем до конца, как она должна быть. То, что нам там на картинках показывают, это может быть одно, и очень часто такое бувало, а потом, что будет в законопроект, которого пока еще нет, может быть противоположное. Так что ждем, как минимум, законопроекту. Но те, что уже какие-то тези звучали, мне они не здаются неприятными, потому что, ну окей, давайте, не будет повышение пенсионного века, но будет повышение пенсионного стажа, обовязково. Что, по сути, является тем же самым. Плюс, в отличие даже минимальных пенсий для тех людей, кто работал без официального оформления, и много других вещей, которые мы считаем неприятными. Плюс, нужно понимать, что земля – это вообще стратегическое вопрос. То есть, что сегодня нам пытаются проштовхнуть под названием «земельная реформа», это просто разграбывание остального действительно стратегического ресурса, который сегодня украинцев есть. То есть, это просто на догоду абсолютно неукраинским силам, которые находятся за кордоном, скупить украинские черноземы за бессинь, и просто потом переговорить остаточную страну на залежную страну. Плюс, полностью фактически ликвидировать украинское селянство, как класс. Плюс, это вопрос о приватизации. То есть, никто же не говорит, что не можно приватизировать там сбытковые предприятия. Но там, что не тема, то скандал. Понимаете? Вот что не требование, то скандал. Да, никто же не говорит, что нужно заборонять приватизировать сбытковые предприятия. Но, когда мы говорим о стратегическом предприятии, о прибытковые предприятия, тем больше, что в войне, когда они ничего не стоят, это просто разграбывание. И этого категорично не можно допустить. То есть, это не реформы. Вот, понимаете, говорят про то, что у нас нет денег, там, напомню на ПНС. Ну хорошо, Сергей, Андрей, вопрос к вам. Диалог сейчас происходит какой-то между правительством и Верховной Радой или нет? Диалог очень умовный. Я вот один момент хочу сказать. Нам вы сейчас рассказываете, что нет денег на это, нет денег на это. Но вот буквально два месяца назад Верховная Рада принимает очередные решения, которые еще больше спрощают выведение миллиардов долларов из украинской экономики в офшоры. Тобто теперь добавлялись еще два офшоры, Мальта и Люксембург. Тобто вот, власне, с таких решений потом складается картина, чему у нас нет денег на пенсии, чему у нас нет денег на армию, чему у нас нет денег на медицину. Саме потому, что экономика далее сконцентрована в клановых, олигархических руках, и тому все проблемы вырешиваются за рахунок найбеднейших и найнезахищеннейших. Понятно. Ну, Сергей, вопрос теперь к вам снова как члену коалиции. Еще одну неделю вы подарили действующему правительству. Когда мы дождемся, наконец, отчета правительства в Верховной Раде? Почему вы с ним не спешите? И, возможно, ли отставки в новом составе? Ну, по-перше, звит уряда уже отбылся. Это загально известный факт. Я не понимаю, чему засыпь массовой информации периодично подалюет это вопрос. То есть до конца лютого звит был надан в Верховную Раду. Сергей, давайте не будем путать зрителей. Рада должна проголосовать. А доверие или недоверие? Отчета не было. Это была встреча пятничная, традиционная. Я сейчас говорю про то, что письмовый звит про работу уряда был надан в Верховную Раду. Профильный комитет с вопросом экономики и другие комитеты его взглянули. И негативных висновок по нему я не слышал в частине схвалиния или нет. Я думаю, что швидше за все его мы приймем до відома. И это будет формула, которая на самом деле отвечает тому, что должно быть происходить. Можно много говорить про это с процедурных точек взору. И на черном зеркале мы на эту тему обговорили за вашим координацием один раз. Хорошо, я помню. Давайте процедуру не будем тогда обсуждать. Отставки в правительстве будут или нет? Ну, власне, про первую пробу отставки мы уже почули. Это Тарас Кутовый. Нарази пока что таких думок не помечено было ни в куалрах, ни в кулуарях. Больше того, его отставка, я понимаю, больше эмоциональная, моя характер. И малоймоверно, что она привязана до земельной реформы. Это моя особенная точка взору. Понятно. Спасибо. Я вас попрошу остаться, потому что мы с вами обсудим еще одну тему, но немного позже. А теме, с которой началась политическая неделя в Украине, но которая как-то погасла к пятнице. Это электронная декларация. Сначала генпрокурор заявил о том, что у него есть материалы для предоставлений о лишении неприкосновенности сразу трех депутатов. Дэйдэя из Народного фронта, Лазовова из радикальной партии Олега Ляшко и Бобова из группы Ведроджиня. Мол, это результаты проверки электронных деклараций. Потом выяснилось, что достаточно материалов только по Бобову. Но вот уже и он якобы решил эту проблему. Почему проверка этих деклараций забуксовала и кому еще удастся избежать ответственности за сомнительное богатство, выясняла Елена Митясова. Кто из-под купола на выход? Або пояснить податковые походжения коштев, або сплатить податки 18% за то, чтобы спать спокойно. Бриллианты, иконы, святые мощи и миллиона кэша под матрасом, которым нет объяснения. Шаг и мат от генпрокуратуры под фронтовиком Евгением Дэйдэем, Геннадием Бобовым от Ведроджиня и радикалом Андреем Лазовым пошатнулась неприкосновенность. Это спроба заведения политических рахунктов. Очень много было сказано, но никаких фактов сказано не было. В декларациях этого трио прокуроры увидели необъяснимые излишки. У бывшего комбата, а ныне народного фронтовика с мандатом Евгения Дэйдэя за душой добра немного. А вот его жена Инга, судя по декларации, человек вполне обеспеченный. Имеет и две квартиры в Одессе, и две элитные машины, и денежные сбережения. Дэйдэя подозревают в незаконном обогащении, тот все отрицает. Андрея Лазового тоже подозревают в незаконном обогащении, да еще и в уклонении от уплаты налогов. Официально радикал жил на одну депутатскую зарплату, ездил на подаренном элитном авто и при этом увлекался коллекционированием. В декларации сплошные раритеты. Голодное оружие, икона, антикварная мебель, вина и пресловутые святые мощи. В справах и Лазового, и Дэйдэя я выявил грубые помилки при подготовке подания. Поэтому оно повернуто в сад. А вот что касается третьего фигуранта дел Геннадия Бобова, то представление о снятии с него неприкосновенности до парламента все-таки дошло. Бобова называют королем Кэша. Только наличка он задекларировал 100 миллионов гривен и 2,5 миллиона долларов. И это не считая миллионов жены. Сам Бобов сегодня даже квитанции показал. Хоть с решениями не согласен, но госбюджет на 38 миллионов гривен таки пополнил. Свои богатства слуги народа засветили еще осенью. Откуда у депутатов горы налички, машины и квартиры? В ГПУ говорят, из 420 нардепов спать спокойно могут пока только 35. Фамилии счастливчиков не разглашаются, но их декларации, по словам генпрокурора, успешно прошли проверку. Однако получается, более чем за полгода проверили лишь несколько десятков депутатских деклараций. А пока нет автоматической проверки, декларации проверяются вручную, крайне медленно. Кто в этом виноват? Министр юстиции на днях в который раз заявил главная причина в главе Натальи Корчак, которой давно пора в отставку. Если бы мы ничего не делали, поверьте, все бы молчали и всем было бы очень хорошо. А потом сказали, что они не справились с работой. А вы же посмотрите, на каждом этапе своей деятельности нас постоянно критикуют. Какие еще органы так критикуют? А вот декларация самого Петренко заинтересовала журналистов. Министр юстиции указал почти полмиллиона долларов наличными и свыше одного миллиона на депозите в Ащадбанке. Как работать, жалуются в НАПК, когда война с ей декларированием идет по всем фронтам. То жди подвоха от Минюста, то от силовиков. Последние недавно нагрянули в кабинет замглавы НАПК Руслана Родецкого с обыском и угрозами. А все потому, что агентство в декларации начальника департамента противодействия преступности в сфере экономики Игоря Купранца нашло нарушение и потребовало разъяснений. Они завыкли працювать по-старому, они завыкли наградуть кого-то, кого-то налякать. В общем, не получится. Не налякают. Потому что решения есть, правопорушения есть и должны быть покорены эти работники. Объяснить свою декларацию стоило бы, к примеру, и советнику главы МВД Нардепу Антону Герашенко. Он забыл внести в документ пуленепробиваемый микроавтобус Вольфсваген. На него он пересел после покушения, хотя удовольствие это миллионов на пять. Я использую эту технику, которую я считаю необходимой. Но все же в декларации два авто Герашенко задекларировал, два внедорожника, тестя. На одном из них действительно журналисты неоднократно видели советника. Насправда, никто не зацикал не в переведении электронных деклараций от влады. Потому что это эффект домино. То есть, если пойдут в справы в суд, сутевые, про приховывание остатков, про зловживание службовым становищем, про незаконное сбогачивание. В соответствии, это может торкнуться с очень многих. И этого влада очень и очень боится. Ситуация с е-декларированием действительно пока напоминает игру в пинг-понг. Чиновничьи яхты, виллы и тонны кэша так и остаются необъяснимыми графами в декларациях. Елена Митясова, Алексей Шматов и Юрий Романюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Когда проверка электронных деклараций выйдет из тупика и почему вообще новости о результатах проверок приходят со ссылкой и на прокуратуру, и на антикоррупционное бюро, и на фискальную службу, и даже на МВД. Но вот только не на само агентство, которое этим и должно заниматься. Все это мы обсудим с Русланом Радецким, заместителем главы агентства. Руслан, вас приветствую. Вы буквально вчера заявили, что проверка декларации умышленно блокируется. Что вообще происходит и кто должен за это понести ответственность? Ну, в первую очередь, я хотел бы зазначити громадянам общества про то, что проверка электронных деклараций должна заниматься лишь национальным вопросом избегания коррупции и больше никаких органов, которым есть правоохрана. Или Генеральная прокуратура, или Национальная полиция, или Судба безопасности Украины. Электронные декларации и достоверность по внутренней декларации субъектами декларирования действуют лишь на ЗК. Что до тупика и блокирования, то хочу зазначити, что блокируется в двух направлениях. Это отсутствие автоматичной проверки в первую очередь. На явность данной автоматичной проверки бы позволила на сегодняшний день переверить уже все электронные декларации. На их на сегодняшний день больше двух миллионов электронных документов. Отже, на явность автоматичной проверки надало бы полностью переверить все два миллиона электронных деклараций. И тогда бы не было жодных вопросов. Кто завалил проведение электронной декларации, уже вся Украина знает, кто завалил. Это ответственная особа за проведение этого автоматичной проверки, которая отвечает за работу административного департамента на ЗК, и который мог бы провести в жизнь автоматичную проверку. На сегодняшний день проводится проверка в ручном режиме. Это правда, когда возникает вопрос и ответ. Но и тут внутренне произошло блокирование. Потому что у повноважения людей, которые проводят сегодняшний день проверку, сделали ряд вопросов, например, в березне, в квитне. Но ответы произошли в квитне и в березне. Но внутри на ЗК произошла такая ситуация, что эти ответы остановились почти на 1,5-2 месяца. И они произошли до меня лишь на розпись под кинем проведения проверки. То есть нужно ставить вопрос перед Натальей Миколаевной, почему документы, ответы, информация, которую ожидали аудиторы на ЗК по проверке, были прихованы внутри на ЗК и только подошли к конец проверки. Это вопрос важный, и это вопрос я буду поднимать среди самих членов на ЗК. Ну наконец-то я услышал от вас фамилию человека, который по вашей версии виновен во всем. Ну вот министр юстиции Павел Петренко не раз уже призывал все руководство, и Наталью Корчако, которой вы только что сказали, уйти в отставку. Вы рассматриваете для себя такой вариант? Я обсуждал, если это вообще с другими руководителями агентства. Мы поднимали это вопрос, вы знаете, потому что это на заседании на ЗК, выносилось с другими членами национального агентства это вопрос на ЗК, про компетенции с Натальей Миколаевной, но голоси разделились два на два, два за, два против. Я могу сказать, что я могу пойти в отставку, но вопрос в другом. А если не заблокируется и не ожидает этого другая человек, который не очень хочет, чтобы проводилась проверка. При всем блокировании, которое произошло, проведение проверок, Департамент финансового контроля, за который я несу ответственность, все-таки провел проверку и проверил качественную проверку. Даже последнее заседание на ЗК довело и показало, что до департамента выисовываются претензии не объективные и не обрунтованные. И когда говорится, пожалуйста, скажите обрунтованно, какие у вас претензии до результатов проверки, на жаль, голова не может этого сказать. Ей написали какой-то папир, и она говорит про то, что я его размещу на сайте, но у нас основной формой работы национального агентства есть заседание на ЗК, и на котором должны обговориться и те зауважения, которые, как будто Наталья Миколаевна, выникли. Спасибо. К сожалению, все настолько запутано в вашей работе и в вашем агентстве, что понятно только одно, к сожалению, что ничего не понятно. Руслан Радецкий, замглавы нас, агентства по вопросам предотвращения коррупции, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам огромное. Ну а мы продолжим обсуждение этой темы с народными депутатами. У нас в студии по-прежнему Сергей Рудык, блок Петра Порошенко, Андрей Ильенко, Свобода. Скажите, как вы оцениваете проверку электронных деклараций? Как вы оцениваете все услышанное только что от замглавы агентства? Возможно, прав министр юстиции, который говорит, что для того, чтобы система электронного декларирования заработала хорошо, нужно перезапустить законодательство. Андрей. Смотрите, реформа сама по себе электронного декларирования это величезный крок вперед. Но реформа еще не произошла на самом деле, потому что она предотвращает три складовых. Это подача деклараций, это проверка и это покарание тих, которые эту проверку не прошли. И мы на сегодняшний день только на первом этапе подачи и оприлюбнив этих деклараций. Но это еще не завершение, это даже не второй крок. И мы застрягли безповоротно, безпросвитно на втором этапе. Про третий, по-моему, никто еще и не начинал говорить. Главный вопрос. Как над Донзом мы в этом застряли? Я уверен, что эти люди, которые безусловно отвечают за этот направление работы, они не являются корнем проблем. Безусловно, они несут свою частину ответственности. Я говорю сейчас про НЗК. Но я уверен, что это сведома политика, руководство государства такого повильного, тихого саботажа этого процесса. Потому что очевидно, что в нынешних умовах той политики, которая сегодня в Украине, которая, на превеликий жаль, глобально не изменилась, я имею в виду политическую элиту, так званую, реальное полностью завершение этой реформы будет означать фактически измену элиты в Украине. То есть вы говорите о факторах внешних. Сергей, теперь вопрос к вам. Но многие эксперты говорят о том, что и внутренних факторов вот этого развала, этой системы хватает. Что самому НПК работу могут делать, специально доводить до абсурда, таким образом, чтобы развалить саму идею электронного декларирования. Вы можете с этим согласиться или нет? Мне кажется, что это увеличение. Мне кажется, что мы идем новым непроторенным шляхом створения сразу кольких антикорупционных органов и активизация на всех направлениях этой антикорупционной деятельности. Вы в первой части передачи обговорили идею законопроекта Арьева, под которым подписывалось много представителей в фракции БПП в частині антикорупционных звинувачений с вопросом коррупции по людям по заставе. Власне, активизация Генеральной прокуратуры, власне, САБ, НАБУ. И все-все-все, кто до этого причетен, просто сейчас переживаем период хаосу, связанного с тем, что одномоментно стартовали по всех направлениях. А снова таки, активное обговорение, мы тоже на черном зеркале про это говорили по другим вещам. Зокрема, по антикорупционному суду. Тобто, мы сейчас хаос, связанным с тем, что все стартировало практически одночасно. Я отхилляю все зауважения или извинувачения влади, а это, власне, и влада створила. Тобто, это створила действительно коалиция, потому что без этих решений они бы не прошли. Это подписал президент. Поэтому я говорю, я бы не валил все сейчас на, снова таки, не сукав стрелочникам. Треба шукать процедуры, которые порушуются. Треба шукать конкретных винных, которые в данном случае что-то порушуют. По ним так само застосовывать какие-то засобы вплива, вплоть до звольнения. Тобто, это же не только единый вариант. Вы начали менять законодательство в плане ответственности за электронные декларации. Смотрите, ну вот узнала сегодня общественность, что Геннадий Бобов доплатил 30 миллионов гривен налогов, теперь он может спать спокойно. Андрей, насколько это правильно? Почему общество должно, в общем-то, терпеть эти истории, понимая, что на мощи, на квартиры и на джипы, геленвагены, депутат, который еще достаточно молод, ну там я имею в виду того же Лозового, у которого генпрокурор были претензии, да, нигде не работая в бизнесе до парламента и стал народным депутатом, он обрастает этим вот жирком. Народу не нужно объяснять, откуда это все берется. Дивите, если мы говорим сейчас про этот случай с податками, я за то, чтобы кто-то сплатил податки, если он их не сплатил. В этом точно нет ничего плохого. Но, вы понимаете, так не работает. Я не понимаю, в целом, юридичную природу этой ситуации. То есть, несплата с податки в больших размерах это криминальный злочин. Вот это все равно, что я не знаю, вы вкрали в кого-то гаманец, или кто-то вкрав в кого-то гаманец, его споймали, он говорит, ну, отдай гаманец и все, до тебя вопросов нет. Нет. До тебя есть вопрос. Даже не весь гаманец, даже отдай частину этого гаманца. Да, отдай частину гаманца, и ты вкрав 1000 гривен, отдай 200 гривен, и все, и список спокойно. Нет. То есть, если это деньги, их природа в принципе незаконна, у нас есть статья про незаконное збагачение, и она должна работать. Там, власне, серьезные за это покарания. То есть, я считаю, что с точки зрения законодательства принципово нам ничего менять уже не нужно. У нас все это есть. У нас есть статья за незаконное збагачение, есть статья за неправдивые данные в декларировании, и так далее. Инша проблема, что они не работают. Даже если антикоррупционные органы подают какие-то, створяют криминальные проведения, проводят расследования, мы видим, что происходит потом в судах. И когда мы говорим про криминальный процессуальный кодекс, что нужно отменять заставу для коррупционеров, когда уничтожают 4 миллиона долларов кешом дома, и 600 тысяч долларов застава, ну что это за маразин? Ну посмотрим, посмотрим. А у нас, я просто хочу сказать, что с березня 2015 года у нас есть закон 2266 парламенте свободистой, который как раз полягает в том, чтобы отменять заставу для коррупционных злочин для топ-посадовцев. Ну его не разглядывают. Напевно, потому что каждый из тех, кто не хочет этот закон, он думает про себя. Мысль ваша понятна, и вывод один. Наказывать нужно по всей строгости закона. В первую очередь, тех, кто эти законы придумывает и внедряет потом в жизнь. Спасибо вам за этот разговор. Сергей Рудык, Андрей Ильенко были гостями подробностей недели. А вот о каких темах мы будем говорить далее в программе. Бунт белых халатов. Что заставило медиков выйти в Кабмину и Верховной Раде? И чего им удалось добиться? Тюремный навар. Что и сколько может заработать на продаже СИЗО? И не появятся ли у вас возле дома соседи в полосатых робах? Обыск мантий. Зачем следователи НАБУ пришли в окрушной админсуд Киева? После них хоть трава не расти. Кого может оставить без электроэнергии янтарная мафия? И почему нацполиция и МВД не спешат ее останавливать? Президент Петр Порошенко сегодня побывал в Одесской области. Открыл новый Стамбульский парк и отреставрированную Потемкинскую лестницу. В Одессе подписал специальный безвизовый указ. Обязал дипломатов, пограничников, таможенников и местной администрации изменить порядок предоставления своих услуг и сервисов. Чтобы, процитирую, минимизировать возможные препятствия при оформлении загранпаспортов на всем пути следования украинцев в Евросоюзе. Не треба будет сплачевать визовые сбори и послуги посередникам. Не треба будет витрачать час и гроши на бюрократичную работу по сбору никому не потребных ППР. Достаточно біометричного украинского паспорта. Важкою працею, выборовши безвиз, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для громадян. Идеться про источнение покращения державы и тех послуг, которые сопроводжуют людину. По всему европейскому маршруту я подпишу зараз указ, где чітко наголошено, кто, что, с чем має зробити, для того, щоб ніхто не мав жодних перешкод на цьому шляху. Я вітаю вас всім! Ну вот, если в Одессе, как и по всей Украине, недовольных безвизом днем с огнем не сыщешь, то реконструкции Потемкинской лестницы и вообще условиями жизни в Одессе при действующем мэре довольны, похоже, далеко не все. Некоторые одесситы даже акцию протеста сегодня провели и как раз по пути следования президентского кортежа. Интересно, что президент не проигнорировал эту акцию, остановил машину и пообщался с жителями города. Получился разговор весьма жестким. Я не е президентом Тевалова, Труханова або Саакашвили. Вы с народом не посвящены? Я, я не президентом украинского народа. И николы народ не сражен. Так. Слава Украине! Слава! Вот тут, кстати, о Геннадии Труханове. Пока президент открывал Потемкинскую лестницу, мэр Одессы увлеченно строил Потемкинскую деревню, чем очень повеселил горожан. На пути следования кортежа Петра Порошенко оказалась стена героев Советского Союза и кавалеров Орденов Славы с фамилиями нескольких десятков участников Второй мировой. Так вот, чтобы президенту и журналистам не попались на глаза красные звезды и другая советская символика, стену предусмотрительно задрапировали воздушными шариками в цветах флагов Украины и Европейского Союза. К этой задаче подопечные мэра Одессы подошли настолько ответственно, что ни одна красная звезда не осталась на виду. Эта история сразу же стала хитом в соцсетях одесситов. А сразу после отъезда Порошенко власти оперативненько убрали всю патриотическую маскировку. На самом деле я увидел это сначала в интернете, пришел посмотреть, думал, фотожаба какая-то, не поверил. Потому что, ну, вы знаете, можно закрыть звезды Советского Союза, но совок внутри себя его не спрячешь. Я не могу представить, чтобы в Чехии или в Болгарии такое было. Ну, далее о том, что не смешит, а пугает Европу. Украинская коррупция. Кто закрывает глаза на разгул янтарной мафии и как эта мафия уже нацбезопасности страны начала угрожать. И наша нищета. Вряд ли вы встретите врача в Европе, который подрабатывает на стройке. А в Украине такие случаи, увы, не редкость. Обо всем этом и многом другом сразу после небольшого перерыва на рекламу. Бунт белых халатов. Что заставило медиков выйти к Абмину и Верховной Раде? И чего им удалось добиться? Тюремный навар. Что и сколько может заработать на продаже СИЗО? И не появятся ли у вас возле дома соседи в полосатых робах? Обыск мантий. Зачем следователи НАБУ пришли в окружной админсуд Киева? После них хоть трава не расти. Кого может доставить без электроэнергии янтарная мафия? И почему нацполиция и МВД не спешат ее останавливать? Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Он стал символом стойкости наших бойцов. А битва за него одна из самых героических и трагических страниц войны на Донбассе. Ровно три года назад началась оборона Донецкого аэропорта. Наши солдаты защищали его 242 дня. Их назовут киборгами. Аэропорт Адам. 2000 раненых и минимум 200 погибших. Это жертва, которую Украина заплатила за ДАП. Как это было? Живую историю легендарных киборгов собрала Инна Томина. Трагическая история, о которой сейчас пишут книги и снимают фильмы, началась ровно три года назад, когда украинские военные зашли в Донецкий аэропорт, захваченный боевиками. После этого будет 242 дня обороны, тяжелых боев и потерь. Аэропорт превратится в руины и символ невероятного мужества его защитников-киборгов. Тех, кому удалось выжить и тех, кому нет. Погибших сотни, раненых более двух тысяч. Право-молго, лево, лево-молго, лево, лево-лево, рука, б***ь. Стараюсь не вспоминать. Если вспоминаю, то только вот когда с пацанами встречаюсь, которые там были, которые мы вместе ели, спали, воевали одним словом. Это легендарный киборг Рахман. В Донецком аэропорту он воевал с самого начала. Потом был плен и освобождение. Сейчас Андрей Гречанов на службе. Говорит, армия не отпускает, как и страшные воспоминания, которые так хочется забыть. Хочу свадьбу, хочу деток. В 2014-м украинские бойцы находились почти в полном заточении несколько месяцев. Вокруг боевики, наемники-кадыровцы, которых потом сменил российский спецназ. Бои то затихали, то опять с новой силой начинались. Практически мы были в глубоком тиле противника. Повторяне, эта вся слуха, она с двух сторон, полностью обстрела такого доступа не было. Особенно хлопцы, скажем так, которые были в диспетчерке веши, ну, взагал им не было куда, даже если хотели где-то стекли, не было куда. И танк расстреливал, прямо на водку вешал, ну, хлопцы там держались, как могли. В итоге наших ребят боевики назвали киборгами. Говорили, их не берут ни танки, ни минометы. Для большинства из них ДАП был делом чести. Туда шли добровольно, не за наградами или званиями. Конечно, в Литовище это было так доказано, что в действии армия в малой численности с любыми подразделами, что то ЗСУ, что то ЦСО, что то спецназ, что то Альфа, не разница. Мы находились в загальную співмогу, потому что диспетчерская вышка, которая стала символом обороны Донецкого аэропорта, обвалилась в январе. Потом были еще бои, потери и ротации. Знаете, я вам одно скажу, что мы аэропорт бы по сегодняшний день не програли. Но есть одна ситуация, не знаю, почему она так случилась. Может, такая помилка нашего командования, она ничего не дала этому перемирию, но вопраке, она дала перевагу противнику, потому что он за этот час подтягнул войска, окопался сильно, и за это перемирие, как говорят, они подошли до нашей позиции очень быстро. Сейчас они могли подорвать полностью с середины терминал. До этого у них такой смоги не было. Руслан Боровик известный киборг Багдад. В Донецкий аэропорт вместе с автоматом он взял с собой фотокамеру. Его снимки уникальны. Это замершая история в картинках. Наши хлопцы были там на величком пятачку первого поверху, а все другие поверхи были сняты уже с абортистами. Мы пошли на штурм и дом с Христом, и монастырь. Нам была задача его отбить, закрепиться, и на себя силы оттянуть с терминала, чтобы наши хлопцы могли зайти в терминал. Потом в генштабе скажут, что обороняя аэропорт киборги заставили агрессора отказаться от масштабного наступления. А Донецкий аэропорт навсегда изменил жизнь самих киборгов. Их война не отпускает. Кто-то остался в армии, кто-то как Валерий стал волонтером. И часто бывает на фронте, помогает товарищам. Хлопцы тримаются. Я выраховываю, что это тоже киборги. Потому что эти хлопцы взяли ответственность на себя, взяли зброй в руки, уберегают кордоны державами. Инна Томина, Ольга Поломарюк, Сергей Бордюжа, Сергей Дубинин. Подробности недели телеканал Интер. Готовил этот материал и Руслан Смещук. Он три раза был в Донецком аэропорту, как раз в разгар боев. Его съемки и легли в основу сюжету. Сами же бои возле Донецкого аэропорта идут до сих пор. Боевики не прекращают обстрелы по всей линии разграничения. На этой неделе стреляли даже из градов за последние сутки пять раненых солдат. Что происходит на фронте сейчас, расскажет наш военный корреспондент Руслан Смещук. Он по-прежнему работает на востоке Украины и сейчас с нами на связи. Руслан, приветствую у тебя. Скажи, где ты сегодня был, что видел? Алексей, приветствую. На данный момент, увы, наблюдается эскалация боевых действий. Боевики стреляют чаще, а их атаки все более массированные. Всю эту неделю наемники в разных точках зоны АТО использовали самые большие тяжелые калибры. Это гаубицы, танки и даже грады. Огнем накрывали не только позиции военных, часто попадали по прифронтовым жилым кварталам. Вот сегодня ночью и вчера вечером из гаубиц танка и крупнокалиберных минометов боевики били по Красногоровке. Снаряды там взрывались прямо на улицах. Повреждены дома, больница и неработающая школа. Также несколько дней подряд градами обстреливали Авдеевку. Там полностью уничтожено четыре дома. Как минимум один мирный житель был тяжело ранен. Напряженной ситуацией на Светлодарской дуге там вследствие удачной контратаки. Нашим военным удалось занять новые оппозиции. Вот об этом сообщили в штабе АТО. Спокойнее на Луганском направлении полного режима тишины. Там конечно нет, но стреляют значительно реже, чем в других районах АТО. Алексей? Спасибо, коллега. Наш военкор Руслан Смещук был на прямой связи с подробностями недели. Но тем временем наши военные сегодня успешно испытали новую высокоточную управляемую украинскую ракету. Она достигла цели. Все происходило на одном из южных полигонов в присутствии президента, министра обороны и секретаря СНБУ, а еще главного конструктора. Все комплектующие ракеты отечественного производства в ее изготовлении принимали участие более 10 украинских оборонных предприятий. Янтарная война не прекращается на Полесье, но на этот раз действия старателей несут прямую угрозу уже национальной безопасности страны. В одном из сел Ривненской области роют ямы прямо возле высоковольтных линий электропередач, а это риск остановки блока АЭС. Сейчас Нацгвардия взяла охрану под охрану магистраль, но только после того, как эту проблему придала огласке наш специальный корреспондент Инна Белецкая. Он вышел в поле нарвать травы да выпасти конята. Дедушка из села Рамейки почти ничего не видит и не слышит. Нас принял за старателей. Тут мы миют бурштин. А то вы не знаете. Это для тебя? Мы миты? Нет. А что? Нет, мы не идем мити, мы журналисты. А ты что? Что есть и голодные? Голодные? Не голодные. Мало ем? Не мало. А копали, взбивали. Мало голодных. Вдалеке выпасают скот, пастбища осталось совсем мало. Гектары земли превратились в пустыню с глубокими ямами и мертвыми деревьями. От этих земель веет безысходность. Лавируя между такими кратерами, прискакивая с кочки на кочку, можно обойти село и добраться до магистральной линии электропередач. Это ЛЭП Киевская. Ее строили за европейские деньги для энергоэффективности. Но жители рамеек ради личной денежной эффективности работают прямо под электроопорами. Если это случится под угрозой электроснабжения всей страны работают под опорами в рамейках давно. Вот под навесом несколько старых скважин. Вот новые. Их выбурили в этом году. Отсюда берут воду для мотопомп. Это служащие оперштаба по борьбе с незаконной добычей янтаря. Их дело изымать и обезвреживать. Дело райотделов заводить уголовное производство. Но начальник Владимирецкого райотдела делает вид, что о событиях в рамейках слышит впервые. Знаете, что вы поведомляли? поведомляю руку. Спасибо. По нашему обращению все-таки открыли уголовное производство. Слава рамейских старателей дошла до Верховной Ради и генпрокурора. Нещодавно Ривненский журналіст опубликувал фотографию, где было показано высоковольтную лінію электропередач, которая идет из Вараша до Киева. В поле вщент продиравлено помпами. Если хотя бы одна из этих опор завалится, это будет проблема не только Киева и Ривненской атомной станции, это проблема национальной безопасности. Согласно с этим и ВУКРНРГ. Сейчас мы готовим ответы на голову службы безопасности Украины, на голову национальной полиции, для того, чтобы вживались заходы стосовно недопущения подобной деятельности. А пока обращение готовится, в Ривненском управлении и нацполиции решили поставить возле электроопор вахтеров в погонах. Охранять магистраль будет Нацгвардия. Працюют там приданные силы, працюет Нацгвардия, проводит патрульование, а также группа регулирования патрульной полиции Володимирецкого отделения полиции. Также на данный час сегодня погоджено с местной владой, что работает транспорт, который загротает все вырвы, которые были порыты. Арамейские старатели стоически выдерживают испытания и идут мыть янтарь в другую сторону. Машину оперштаба засекли так называемые фишкари, то есть дозорные. На поле мы никого не застали. Старатели удирали, спасая помпу быстро. Рукава и сачки оставили. А что вы не просто не забираете? Я не понял, они просто не стыдны. Он стыдно? помпа стояла. Они все показали, даже все были. В лесу бросили и трактор с прицепом, предварительно поставив так называемую секретку, чтобы оперштабовцы не забрали. Полицейские прорезают рукава. Это остановит работу бригады на несколько дней, не более. И, как вы понимаете, каральные методы, тут только маленькая часть работы. Найбольшая часть должна сделать депутатам Рады Украины. Я просил принять закон, по которому легализовать это старательство. У нас страна, которая существует серьезной внешней загрозы, она не должна создать внутренних небезопасных аспектов деятельности вокруг критической инфраструктуры. Что должно оказаться под старательскую деятельность, пока никакие аргументы на них не действуют, а изувеченное полесье, будто готовится к съемкам масштабного фильма об апокалипсисе. Инна Берецкая, Николай Василюк, подробности недели, телеканал Интер. Ну, а в МВД и нацполиции, похоже, обеспокоены совсем другими темами. И даже слова генпрокурора о том, что на незаконной добыче янтаря Украина ежегодно теряет сумму, сопоставимую с оборонным бюджетом страны, не стимулирует силаков к решению проблемы этого нелегального бизнеса. На этой неделе Алексей Тамразов, активист и инвестор интернет-издания Инсайдер, сообщил о том, что Арсен Аваков лично распорядился возбудить против него уголовное дело, якобы в ответ на антикоррупционное расследование, посвященное МВД и закупкам по завышенным ценам, которые стали в этом ведомстве уже обычным явлением. Давайте напомню историю о колесах на миллион. Новое авто Mitsubishi Outlander. Всего 635 машин. Вот только обогнала их дурная слава, ведь один такой автомобиль обошелся государственному бюджету более чем в полтора миллиона гривен. Еще в прошлом году активисты провели расследование и установили, что Украина переплатила бы за новенькие японские кроссоверы более 9,5 миллионов долларов. В ответ на бурную реакцию с сетей и общественности Арсен Аваков заявил, убедил руководство Mitsubishi Motors сделать скидку, а на вопрос журналистов почему именно эти машины решили купить полицейским, министр внутренних дел ответил, мол они победили в тендере. Хотя в нем как оказалось участвовал только один трейдер Ника Диамант, которым владеет Владимир Гнатышин, давний бизнес-партнер главы Минюста Павла Петренко, выходца из Народного фронта. Действительно ли теперь за антикоррупционное расследование активисты будут отвечать в уголовном порядке? Спросим у самого Алексея Тамразова, он гость подробности недели. Алексей, давайте начнем с истории с уголовным делом против вас. Это такой ответ от МВД, если да, то на какое из ваших расследований? Хочу уточнить, что дело на сегодняшний день заведено не против меня, а по факту, по факту злоупотребления служебным положением, 191-я, часть 5-я, по-моему. Но поскольку в этом деле оно заведено на основании заявления, в котором фигурирует моя фамилия, годичной давности заявления, то я рассматриваю это как дело против меня. Возникло оно 10 мая, по моим данным, министр МВД дал команду открыть и внести в ЕРДР уголовное дело для того, чтобы занять мое время и сделать так, чтобы я не публиковал больше никакие расследования. Как вы думаете, какое расследование было последним, переполнившим чашу терпения? Добавлю, что дело уже открыли 12 мая, через 2 дня буквально. А последняя публикация, которая была, она была по поводу вертолета, который МВД, нацполиция успешно показала всем, как вертолет нацполиции, который будет патрулировать во время Евровидения и так далее. Но я считаю, что это накопительно касательно всех публикаций. Вы говорили, что его арендовали по незаконно, по завышенной цене? Это уже сейчас, это вот за последние публики. Хорошо, но расскажите детально, что вам было выяснить в ходе этого расследования по вертолету? По вертолету все достаточно интересно. Вертолет принадлежит физическому лицу, Диана Шварц, по-моему, из Ужгорода, и вертолет не используется в коммерческих целях. Это первое. Он не имеет права оказывать коммерческие услуги, в том числе и перевозку. Поскольку нацполиция опубликовала договор якобы аренды вертолета с пилотом, то в принципе это все незаконно. Он не может оказывать. Его нет в реестре выданных сертификатов для коммерческих перевозок. Соответственно, это просто незаконно. Это такой договор прикрыть его использование. Кроме того, вертолет, как вы видели, наверняка оборудован, и нацполиция это показывала, оборудован видеокамерами, антеннами для специального патрулирования. Это запрещено делать. Это может сделать только производитель. В данном случае это Робинсон. В Украине нет ни одного сертифицированного центра Робинсона, который может это сделать законно. Поэтому это может сделать производитель. Я думаю, все остальные детали наши зрители могут увидеть на вашем сайте. Инсайдер, там очень много подобных расследований. Давайте теперь, все же, чем закончилась знаменитая эта история с машинами Авакова? Видите, министр уверяет, что на них Украине даже удалось сэкономить. Но, смотрите, вернемся чуть-чуть назад к вертолету. Вертолет, кроме того, еще на 30% стоимость завышена, чем на сайте. Ой, так это можно было даже и не уточнять. Понятна же история, зачем это все придумало, зачем огород городился. Касательно машин, но нельзя говорить вообще никакой скидки. Но если картошка стоит 10 гривен, вам ее предлагают за 20, а потом продают за 18, но это же не скидка. Это просто уменьшенная наценка. На сегодняшний день финальная стоимость автомобилей по сегодняшнему курсу около 50 тысяч долларов. Это миллион. Здесь так и хочется напомнить, пол Европы ездить на автомобилях классом не хуже, но за 20, за 15 тысяч долларов. Я приводил пример полицейских автомобилей в Чехии, которые приобрели их за 16 тысяч долларов. Из них 8 тысяч долларов специальное оборудование. То есть там был Hyundai, который дал 70% скидки. В нашем случае машина стоит 50 тысяч долларов. Я приобрел точно такой же автомобиль, он мне обошелся в 42 тысячи долларов. Но аналогичный автомобиль. При том, что на сегодняшний день, вот те автомобили, которые я вам показываю, которые вчера отдавали, по таможенной базе этот автомобиль в Украину заехал за 28 тысяч 500 долларов. С таможенными платежами он обошелся 38 500, а продали за 50. Куда идет эта разница? Если в карманах она седает. та якобы скидка, но по моему мнению необоснованная наценка, которую уменьшили на 124 миллиона гривен после вмешательства, кстати, канала Интер, это был основной аргумент, потому что никто не хотел поддерживать эту дему в ноябре прошлого года. Ни одно демократическое так называемое СМИ. То на сегодняшний день порядка 6-7 миллионов долларов на наценке необоснованной все равно осталось в цене. И куда она пройдет, неизвестно. Алексей, я заканчиваю наш разговор. Мы уже выбрали с вами время. Единственное, хочу вас поблагодарить за ваш нелегкий, надеюсь, не опасный труд. Вы держитесь, а мы будем внимательно следить за этой историей. Всего доброго. Алексей Тамразов, общественный активист и сооснователь интернет-издания «Инсайдер» был нашим гостем. Мы продолжаем с вами. На Украину надвигается большая тюремная распродажа. В Минюсте хотят пустить с молотка десятки СИЗО по всей Украине. И большинство из них очень лакомые кусочки. Ведь расположены они в центральных районах городов. К примеру, Лухьяновская СИЗО в столице. За сколько его могут продать? Куда перевести заключенных? И не скрывается ли за ширмой новой пенитенциарной реформы хорошо знакомая старая коррупционная схема? Елена Зоринова я сняла. Продам тюрьму за очень большие деньги. Такое объявление Минюста появилось еще в начале февраля. Если убрать историю, здесь жилой комплекс на ура, сами понимаете, да? Риэлторы, да и местные жители потирают руки. Цена земли и квартир с переездом СИЗО вырастет в разы. Слухи все время ходили, что хрущевки эти снесут и построят какой-то комплекс. Чиновники ищут потенциальных покупателей. Пустить с молотка планирует СИЗО в Одессе, Черновцах и знаменитая Лукьяновская в Киеве. Объекты лакомые, ведь все расположены в центре города. Столичный изолятор, к примеру, это 3 гектара земли. Памятник истории корпуса рассчитаны почти на 3000 заключенных. Строение, что называется, на века. Метровые армированные стены, подземные ходы оценивают объект минимум в 7 миллионов долларов. Самое главное ценность на участке место расположения. На месте СИЗО предлагают открыть музей, торгово-развлекательный центр, построить жилые дома или ночной клуб. Потенциальных инвесторов убеждают в Минюсте предостаточно. Но главный вопрос, что же инвесторы получат взамен и в качестве бонуса землеколонии, например, Ирпенского исправительного центра. 8 гектаров земли в окружении леса. Если раньше центр располагался в промзоне, теперь рядом жилые высотки. Это фактически наиболее дорогая земля в стране станет на сегодня. Это единая зелена зона, которая защищалась в новой столице. По задумке, инвестор должен будет построить новое СИЗО. За пределами Киева Катюбинская земля один из вариантов, но жители поселка против. Хай в Бучу едет. КЛТП сбегали, бегали по поселку, были и кражи, и так далее. Впрочем, их мнения могут и не поинтересоваться. Тонная схема. Часть земли колонии отдать под СИЗО, а часть распилить, разрезать, реализовать каким-то образом по коммерческим ценам. Навар, по оценкам риэлторов, сумма даже не с шестью нулями. Вся хитрость в передаче прав на тот или иной участок. Застройщику или инвестору сначала передается в собственность участок земли, на которых расположены колонии. Чтобы построить новый современный СИЗО, достаточно там 5-6 гектаров. Территория колонии Ирпенского исправительного центра более 8 гектаров. Киевская область, поселок Гастомель, Бучанская, исправительная колония строгого режима. Еще один потенциальный объект для переезда лукьяновских заключенных, да и земли для возможной застройки здесь гораздо больше, чем в Катюбинском. Все, что здесь ниже тюрьмы и с левой стороны находится там автогараж был бывший, но это территория БВК. Там есть 5,5 гектаров. Плюс с правой стороны там есть озеро. Не знаю, гектаров два точно есть. Местный депутат Валерий Диденко показывает то, что могут освоить коррупционеры. По документам земли Бучанской колонии раскинулись почти на 17 гектарах. Есть где разгуляться. Если перевезти под забудову, где-то будет стоить тысяч пять-семь, наверное. Долларов? Да, за сотку. Впрочем, риэлторы убеждены, земли в Киевской области лишь до веса к лакомому куску пирога. Основная ценность здесь. И основная борьба будет идти вот здесь. Самый главный вопрос. Этот участок передается в собственность инвестору, который будет заниматься строительством или нет. Пока в документах написано, все участки передадут в пользование, но что же дальше и будет ли все проведено открыто. Сергей 30 лет наблюдает за ними, а они за Сергеем в соседстве с СИЗО, говорит, не мешает, привык. Но что будет дальше, предугадать несложно. Это опять делить какую-то территорию будет. Травайное депо убрали, там опять строят что там будут строить торговый центр. Здесь то же самое. Хотя в центре удобно. Грандиозная распродажа еще впереди. Минюст планирует пустить с молотка сотню СИЗО по всей Украине ради черного дохода или реформ в рамках пенитенциарной системы покажет продажа тюрьмы номер один в столице. Елена утром там провели обыски. Об этом сообщил судья-спикер Богдан Санин. По его словам все началось в 7 часов. В помещение зашли люди с нашивками НАБУ. Причин внезапной проверки не сообщили, но сами судьи говорят все потому, что в их суде рассматривают несколько дел против антикоррупционного бюро. По одному оспаривается создание общественной организации при НАБУ. По второму назначение заместителем директора бюро Гиза Углавы. Позже стало известно, что сотрудники НАБУ обыскали и дом председателя суда Павла Вовка. Допытывали про обставины мого пребывания на посаде и все таки и другие. Но не думаю, что еще сейчас детали я в праве больше комментировать, чтобы не створить для себя подставы для звинувачивания в каких-то криминальных правопорушениях. Те особи после проведения каких-то маніпуляций в кабинете уголовного суду, они вынесли из кабинета суду певные пакунки, черные пакунки. Что самое в этих пакунках нам невидомо абсолютно. Жодных пояснений они не надали, жодной информации они отмываются надавать. Мы не знаем, что там были вылучены административные мы не знаем, что там могут вылучены сервера. Что ж, мы продолжим наблюдать за развитием этой странной истории. Наверное, новости будут уже в понедельник. Тем временем скандалы вокруг самого Национального антикоррупционного бюро на этой неделе вспыхнули с новой силой. Генпрокуратура снова начала выяснять отношения с НАБУ. Почему и чем все закончилось посмотрите в нашей короткой справке. Войны тяжеловесов продолжаются. Генпрокуратура опять выясняет отношения с Национальным антикоррупционным бюро. Первый скандал вспыхнул неделю назад. В ГПУ сообщили о задержании сотрудника бюро на взятки в 150 тысяч долларов. Александр Самковой якобы вымогал деньги за прекращение уголовного преследования. В НАБУ от Самкового сразу открестились и заявили он уже давно не их сотрудник. А то, что в декларации указано другое техническая ошибка. Через несколько дней новый конфликт. ГПУ взялась за руководство НАБУ и проводит расследование против первого зама директора Гиза Углавы. Мол, на момент назначения на должность он еще был гражданином Грузии. А это нарушение закона. К тому же в Генпрокуратуре подозревают с налогами у Углавы тоже не чисто. В НАБУ все обвинения назвали попыткой давление на ведомство. А Углава, говорят, перед законом чист. Гражданство Грузии он утратил автоматически, как только получил паспорт с трезубом. И налоги все платил исправно, о чем указал в декларации. А пока ГПУ и НАБУ делят сферы влияния, судьбой бюро обеспокоились на Западе. В представительстве ЕС в Украине заявили, многие люди во власти препятствуют работе ведомства. А вся скандальная кампания вокруг назначения аудитора НАБУ ничто иное, как давление на орган. Ведь на кону личные интересы власть имущих. И вот сегодня вечером Кабмин избрал аудитором НАБУ от правительства Михаила Буроменского. Об этом сообщил премьер на неочередном заседании министров. Буроменский доктор юридических наук, профессор, работает в Институте международных отношений Киевского университета имени Шевченко. И от коррупции к медицине. Эти сферы в последние годы связаны все больше. Сегодня появились данные соцопроса группы Рейтинг. Социологи предлагали украинцам выбрать как поступать с медработниками, которые требовали взятку и были осуждены за это. Так вот, половина опрошенных считает, что для врачей-взяточников должен действовать полный запрет на профессию. Только чуть больше 20% украинцев полагают, что за такие проступки хватит и наказания в виде штрафа. И лишь 3% опрошенных уверены, что вообще никакого наказания быть не должно. При этом у самих врачей зарплаты настолько низкие, что скоро это будет, пожалуй, самая дефицитная профессия. В некоторых регионах на западе Украины уже есть полупустые больницы, потому что медики на заработках в Европе. В Киеве не редкость языковые курсы специально для врачей, чтобы можно было выехать за границу и найти работу с достойной оплатой. Просто сравните. Несколько тысяч гривен в Украине с зарплатой врача общей практики во Франции около 7 тысяч долларов. Даже в соседних Польше, Чехии, Венгрии средний заработок докторов от одной до двух тысяч долларов. Ну, а что делать тем, кто остается в нашей стране? Представьте себе врачей, которые днем спасают людей, а по ночам подрабатывают сторожами или рабочими в котельной. Вы думаете, это фантастика? Наш корреспондент Павлина Василенко нашла этих людей. Давайте посмотрим. Это станция экстренной помощи в Белой Церкви. Довольно типичная для Украины. Таких у нас сотни. Вместо современного оборудования старое. Держатся на честном слове и скотче. Таких сержаве, побито. Это все очень на скотче держится. Если оборудование держится на скотче, то сами медики на голом, а иногда и голодном энтузиазме. Даже мизерную зарплату украинские врачи и ту получают не всю. Многим недоплачивают ряд обязательных надбавок. Не доплатили где-то 3,5 тысячи. Где-то так. Приблизно. Ну, выходит, что это 90% моей зарплаты. За экстренность и за условия работы мы не получаем их вообще. Я вынуждена идти прибирать такие, чтобы что-то заработать в детстве, чтобы что-то купить. Как мы выживаем, купляем, все кедхеди одягаемся. Три месяца я не платила коммунальные услуги. Не загас, но за что не платила. Вот здесь, в небольшой комнатке медики отдыхают между выездами и рассказывают, чтобы выжить, вынуждены вкалывать на двух, а то и трех работах. Кто сторожем, а кто уборщиком. Фельдшер Александр Карпенко говорит, ему очень повезло с женой. Она не медик и может подстраховать финансово. Они познакомились еще в медучилище. Работают вместе и подстраховать их семью некому. Наталья вышивает и вяжет на заказ. Ее муж подрабатывает на ремонтах. Дочь-подросток тоже вносит свою лепту. Купить ей эту шоколаду. Понимаете? И пояснив, что извините. И дитина начала даже сама собирать какие-то деньги. Давьше бабуся, чи дедусь. Старается не откладывать. И даже просто это стыдно звучит. Но мы в ней, как так сказать, продолжаем эти деньги. Ушки не болятся, Шуля? Нет, не болят. Валентина Ивановна единственный медик на всю Матвеевку. Вселенная фельдшер и акушерка, и педиатр, и травматолог. Получает часть ставки фельдшера, часть санитарки. Лечит круглосуточно. Когда подняли минималку до 3200, думала, будет получать больше. Но по факту ничего не поменялось. Весь зарплата выросла только у младшего медперсонала. Терпеть несправедливость у медиков больше нет сил. Они вышли на митинг к админу. Требовать свои кровные. К медикам чиновники вышли только через два часа после того, как те перекрыли улицу Грушевского. За министра здравоохранения сразу поставил диагноз. Хронический дефицит украинского бюджета и выписал рецепт. На выплаты врачам необходимы 3 миллиарда гривен и изменения в бюджет. Мы в курсе этой проблемы. Через несколько дней после митингов в парламент пришла исполняющая обязанности министра здравоохранения. Ульяна Супрун радушно здоровается за знакомыми и обещает ответить на вопрос о задолженности чуть позже на брифинге. Не зараз, дякую. Привет, как же я? Брифинг у Супрун короткий, не до вопросов. А после него главный медик демонстрирует плохую память и хорошую физическую подготовку. Быстро убегает, забывав об обещании. У меня брифинг не полезный, где-то 3 миллиарда прибыль для решения за бюджет. Я с вами зараз не буду разговаривать. Я не буду зараз ответить на вопрос. Я пришла подивиться в Верховной Раде на выставку. Если вы хотите иметь ответ на вопросы, вы можете вернуться к нашей пресс-службе и мы домой. Тем временем, возле парламента пациентские организации вместе с Минздравом устроили выставку-митинг. Показывают ужасы украинских больниц. Тем самым, стимулируют депутатов голосовать за медреформу. За министра здравоохранения более многословен. Пока парламент не примет поправку в бюджет, собираются точечно латать долговые дыры из собственных резервов. Из них мы выплатим за боргованность по найбільш гострым регионам. Мы написали на всей области заплату, чтобы нам сформулировали четкие суммы, по каким у них гострый дефицит. О том, что дефицит будет еще в прошлом году предупреждал парламентский комитет по вопросам здравоохранения. Ведь кроме трех миллиардов необходимых на зарплаты на устранение уравниловки нужно еще девять. Министерство охраны здоровья разом с нами має боротись за эти три миллиарда и девять миллиардов гривень и наполягать на том, что под час формирования изменений до государственного бюджета Украины, чтобы все-таки эти деньги были закладены. Это почти два с половиной миллиона людей, которые сегодня остались в беде. Но пока в парламентском бюджетном комитете проекта поправок не видели, да и откуда возьмутся миллиарды на медицину, не понимают. А пока политики и чиновники решают, как заплатить законные деньги медикам, врачи продолжают спасать жизни. И чтобы прокормить себя, хватаются за любые подработки, лишь бы остаться в профессии. Павлина Василенко, Станислав Кухарчук, Вячеслав Фролов, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, всем понятно, что без ростной экономики говорить о существенном повышении зарплат в госсекторе не приходится. Вот на что стоит рассчитывать, рассказали в Международном валютном фонде. Он обновил свой прогноз по экономическому росту в Украине в этом году. Эксперты фонда ожидают, что восстановление украинской экономики продолжится, и рост составит около 2%. Конечно, если сравнивать с показателями спада в предыдущие годы, то это впечатляет. А вот если с теми целями, которые ставит перед собой Украина, 2% точно недостаточно. Ключ к экономическому росту в инвестициях. И здесь есть позитивная динамика. Например, в 2016 году за счет прямых иностранных инвестиций в Украине были созданы 4,5 тысячи рабочих мест, а вот в 2015 там только 850. В одну только Тернопольскую область удалось привлечь почти 160 миллионов долларов прямых капитальных инвестиций. Близко двух десятков предприятий и с иноземными инвестициями в прошлом году было зарегистровано в Тернопольской области. Серьезно взросл обсяг товарообега между Грузией и Тернопольской областью в части экспорта приблизно в 8 разов за один день. Хочу призначитесь также приплив соответствующих инвестиций с боку немецких инвесторов и японских в виде предприятия Сумитомо Учуркови. Ну а еще сегодня большой политический день в Европе. В Италии продолжается первая встреча лидеров стран Большой Семерки с участием Дональда Трампа. Кроме него дебютирует новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон. О чем уже удалось договориться лидером Семерки узнаем уже через несколько минут сразу после рекламы. Подробности недели в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Начнем с дебютного международного турна президента США Дональда Трампа. Оно завершается. Уже в первой стране Саудовской Аравии Трампу удалось заключить самый крупный в истории США контракт на поставку вооружения на рекордность 110 миллиардов долларов. Затем американский лидер отправился в Израиль и Палестину и призвал стороны к сложным решениям ради мира. Трамп стал первым президентом США который осмелился нарушить традицию подойти к стене плача в Иерусалиме. После тура по Ближнему Востоку президент США отправился в Европу. В Ватикане его принял Папа Римский а после аудиенции состоялись переговоры с президентом и премьер-министром Италии. Ну а дальше Трамп направился в Брюссель на необычный саммит НАТО. Европейские лидеры устроили эту встречу фактически только ради А сегодня американский президент снова вернулся в Италию а именно на Сицилию где принимает участие в съезде сильных мира сего в саммите Большой Семерки. И вот за этой встречей наблюдает наш корреспондент Ирина Иванова у нее и узнаем удалось ли уже лидерам Семерки согласовать какие-то общие решения на саммите. Она с нами на связи. Ира, приветствую. Скажи, известно ли уже что-то о результатах этой встречи? Здравствуй, Алексей. О результатах саммита говорить еще рано. Встреча в самом разгаре. Сегодня у лидеров Большой Семерки были напряженные рабочие сессии. На них обсуждали, пожалуй, главные темы форума международную политику, безопасность и развитие мировой экономики. И мнения по этим вопросам совпадают далеко не у всех. К слову, половина участников саммита это новички на G7. Впервые на форуме такого уровня Тереза Мэй, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Пауло Джентилони новый премьер Италии. Особенно ждали выступления на саммите главы Белого дома. По многим вопросам у него совсем иная позиция, чем у лидеров других стран Семерки. Но, похоже, острые углы удалось все-таки сгладить. Лидеры, которые сегодня встречаются, иногда озвучивают разные позиции в важнейших вопросах. Но наша задача, как Евросоюза, сделать все, чтобы сохранить единство Большой Семерки на всех фронтах. У меня сложилось впечатление, что в украинском вопросе мы сможем найти общую позицию с Соединенными Штатами. Кстати, вопрос о продлении санкций против России отдельным пунктом в повестку дня не включили. Но американский президент несколько раз подчеркнул, Россия должна ответить за свои действия в Украине. Наша страна тоже активно готовилась к саммиту. За последний месяц Петр Порошенко провел множество консультаций, личные по телефону с участниками форума. Киев настаивает, санкции против Москвы необходимо продлить на год, а не на полгода. Официальные месседжи, о чем удалось договориться на этой встрече, прозвучат уже завтра на итоговой пресс-конференции. Студия. Спасибо, Ира. Наш корреспондент Ирина Иванова с новостями о встрече лидеров Большой Семерки. Ну вот, если главные политические события сейчас происходят в Италии на встрече Большой Семерки, то вот главные события кинематографические во Франции. В Каннах заканчивается кинофестиваль. И интрига нарастает. Понервничать есть причины и у украинцев. Ведь в конкурсной программе фильм украинца Сергея Лозница. Кроме того, приз за лучший дебют может получить фильм про Украину литовского режиссера. Итак, кто же главные претенденты на пальмовую ветвь? Последние новости с красной дорожки в Каннах расскажет Светлана Чернецкая. Она находится в самой гуще кинособытий. Фото вспышки, звездные улыбки, восторженная публика. Все это вы увидите по телевизору. А вот как все выглядит за кадром. Вооруженные полицейские и военные. Спецназ со служебными собаками. Люди в форме здесь на каждом шагу. Мы установили 550 камер. Вот таких, как за моей спиной. Это наивысший уровень безопасности. Почти два года Франция после Парижа и Ниццы живет в страхе. В Каннах делают все, чтобы трагедии были только на экране. Впрочем, без инцидентов не обошлось. В разгар фестиваля гостей пришлось эвакуировать из кинозала. После звонка о заминировании угроза оказалась ложной. А уже на следующий день Канны потрясла новость о теракте в Манчестере. Но шоу маст гоу он. Премьеры по графику. Интрига сохраняется. Кто же увезет золотую пальмовую ветвь? Многие ставят на победу австрийского режиссера Михаэля Ханнеки. Он в Каннах с драмой «Хэппи-энд». Беженцы, распад семьи, буржуазия и новые технологии. Ханнеки верен авторскому стилю. Ты уже бывала здесь? Здесь в Кале? Да. Приз за лучшую мужскую роль пророчит британцу Роберту Паттинсону. В хорошем времени звезду не узнать. Опусти голову. Развернитесь. Все в порядке. Он ничего не сделал. Двойные шансы увезти из Канн-При за лучшую женскую роль у Николь Кидман. Она снялась сразу в двух картинах, представленных на фестивале. Все 18 отобранных фильмов очень сильные. И хотя бы попасть в конкурсную программу это уже большое достижение. Украинцу Сергею Лознице это удается уже в третий раз. Его шансы завладеть золотой пальмовой ветвью оценивают как очень высокие. В Канне он привез довольно мрачную картину «Кроткая». по мотивам Достоевского. Муж за что сидит? За убийство. Кого убил? Никого. Главный конкурент Лознице российский режиссер Звягинцев. Обе картины о равнодушии и социуме. Нелюбовь Звягинцева открыла фестиваль. Фильм приняли овациями. А вот кроткую публика приняла неоднозначно. Когда в зале просто аплодируют и когда это не вызывает серьезного эмоционального шквалу среди глядачей, критиков и так далее, это означает, что фильм может быть очень хорошо пройдет в кинотеатрах. Дуже добрый спринятый будет глядачем. Но такие контроверсийные вещи, которые были показаны в Лознице, они однозначно выключат эмоции в жюри, я думаю, не самовыдят. Работа Лозницы смелая и авантюрная, говорят критики. Именно то, что так нравится жюри. Фильм просто экстраординарный. Фильм очень сильный. В фильме очень много уровней. Очень много важливого контекста, который, на жаль, может не все иноземцы за перекладом смогли понять. Но это безумовно выдачный фильм. В Каннах представлен не только фильм украинца, но и фильм про Украину. Это картина инии литовского режиссера Шаруна Сабартаса о Донбассе. Центральный ответ первому. На приеме. Прибыла машина на литовских номерах волонтеры. Документы проверил, все в порядке. Спасибо. Проезжайте. Фильм участвует в отдельной программе фестиваля и претендует на премию «Золотая камера» за лучший дебют. В нем снялась французская актриса Ванесса Паради. Про Украину гостям фестиваля не устают рассказывать и в официальном павильоне на Каннской набережной. Если кто-то говорит, что украинского кино нет, он тоже помыляется. Одной из самых ожидаемых премьер кинофеста была вот эта. Ее можно узнать уже с первых нот. Четверть века спустя легендарный сериал 90-х Twin Peaks вернулся на экраны. Дэвид Линч вне конкурса презентовал две серии нового сезона. Праздник кино все еще в разгаре. Завтра последний день конкурсной программы. А кому же достанется главная премия кинофестиваля узнаем уже в воскресенье. Светлана Чернецкая, Евгений Каминский специально для подробностей недели из Кан Франции. На этом все. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом, но вместе со мной эту программу готовили десятки и десятки моих коллег. Я хочу поблагодарить каждого из них за работу и каждого из вас, дорогие телезрители, за внимание. До свидания и до новых встреч. Продолжение следует...